Flip Box. По-русски это переворачивающийся вот такой вот блок. На каждой стороне этого блока вы можете настроить контент, свой контент, отображение. Вот вы видите здесь один цвет, текст, заголовок, кнопка, здесь иконка, текст и так далее. Меня зовут Федор Васильев и давайте рассмотрим данный плагин в Elementor Pro. Итак, в админке своего сайта Flip Box плагин я перетаскиваю на холст. И у нас уже вы видите изначально вот так вот это работает при наведении, да, вот так он переворачивается. И давайте смотреть настройки. Смотрите, у нас есть передняя часть, задняя часть и настройки. Вот передняя часть, понятно, что это у нас зеленая часть, судя по иконке. Графический элемент, то есть можно вот так вот выключить, дальше выбрать какое-то изображение, то есть будет прямо вот так с изображением, можем даже это посмотреть, например, взять какое-то изображение, то есть вот так вот. Естественно, если изображение здесь, размер изображения, дальше заголовок и описание добавляется здесь. Давайте вернем иконочку, то есть иконка это либо загрузка SVG-иконки, либо собственные иконки, но мы с вами это уже знаем, проходили иконки мы с вами ранее. Давайте возьмем какую-нибудь иконочку, значит заголовок меняется здесь, вот вы видите на флипбоксе под иконкой заголовок, дальше вот здесь у нас тут описание, также меняется здесь. Фон, фон у нас доступен цвет, то есть сейчас вы видите он зеленый, вот сейчас он оранжевый, а дальше фон может являться какой-то заливкой, заливкой изображением, вот так вот, или это может быть градиент, вот вы видите уже переход от розоватого к оранжевому, да, то есть цвета меняются здесь, вот так вот. Ну, я оставлю цвет. Вот передняя часть, думаю, здесь понятно, мы с вами смотрим заднюю часть, когда мы выбираем заднюю часть, она здесь нам тоже показана, для удобства редактирования, здесь мы пишем также заголовок, вот вы видите это заголовок, описание ниже, и здесь есть кнопка, текст на кнопке жми меняется здесь, ссылка на кнопку вешается здесь, любая ссылка, либо внутренняя страница, можно назначить ссылку открыть в новом окне и добавить тег nofollow, это если вы вешаете какую-то внешнюю ссылку, то в принципе можно добавить тег nofollow, для поисковых машин, чтобы он как бы не индексировал, не переходил поисковый робот по этой ссылке, то есть вес не утекал вашего сайта по внешней ссылке, но это уже из разряда SEO знаний. Дальше фон, то же самое, или цвет, или изображение, или градиент на вторую часть нашего бокса, можно назначить, имеются общие настройки, то есть это высота, вот вы видите высота бокса, да, дальше скругленные углы, дальше эффект при смене, смотрите, здесь уже интересно, то есть это вот такой эффект, push, то есть он как бы снизу выдавливает, zoom in, то есть вот такой эффект, но мне кажется переворачивающийся эффект, это самый интересный эффект, вот когда у нас этот эффект выбран, у нас здесь есть вариант, то есть вот этот вариант я считаю еще более интересный, когда он либо лево, либо право, вот так вот переходит, и у нас еще доступна глубина 3D, если мы включаем, этот эффект виден, если сейчас внимание свое фокусируйте именно на содержимое вашего флипбокса при прокрутке, он как бы, видите, немножко вперед выдвигается, и за счет этого получается объемность нашего флипбокса, это и есть 3D эффект. Если вам не видно, сами потом поэкспериментируйте, попробуйте без него, как бы у нас плоский вариант получается, и с ним смотрится достаточно эффектно. Дальше мы с вами переходим к стиле, можно сдать внутренние отступы, дальше выравнивание, видите, все содержимое по левому, по правому краю, по центру, дальше выше, ниже, по центру, дальше границы можно назначить, отступы всевозможные, цвет, основной цвет тексту, то есть в данном случае это сейчас цвет иконочки, размер иконки, кстати, можно даже менять, повернуть иконку, можно, дальше, отступ между заголовком и описанием, цвет текста заголовка, шрифт заголовку, цвет описанию и шрифт описанию, и можно настроить также заднюю часть, абсолютно идентично. Вот такой вот элемент флипбокс можете где-то использовать на своем сайте, если вас плагин Elementor Pro заинтересовал, вы можете приобрести его по ссылке в описании, приобретая плагин, таким образом вы поддерживаете меня. На этом видео я заканчиваю и увидимся с вами в следующем. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил 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 субтитры сделал DimaTorzok